Иностранный агент по приколу Марат Никандров мог попасть в список экстремистов. О возбужденном против него деле Сотовижн рассказал сам Никандров. Молодой человек узнал о том, что внесен в список из разговора с почтобанком, пытаясь разобраться, почему у него не получается закрыть счет. При этом в реестре Росфинмониторинга имя юноши пока не появилось. Пенсионеру из Новосибирска сократили срок за антивоенные посты до двух лет и десяти месяцев. В августе Тахира Арсланова приговорили к трем годам колонии общественного режима за призывы к массовым беспорядкам и экстремизму через интернет. В последнем слове Тахир жаловался на условия содержания в СИЗО и говорил о наличии проблем со здоровьем. Студентки высшей школы экономики Марии Платоновой запросили 7 лет лишения свободы по делу о телеграм-канале «Что делать?». Другим обвиняемым тоже запросили реальные сроки. Так, Игорю Нагибину и Дмитрию Чабанову грозит 11 лет колонии. В деле телеграм-канала «Что делать?» 11 фигурантов. Следствие считает, что группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов Российской Федерации создали сеть телеграм-каналов, направленных на организацию массовых беспорядков. Более подробно об этих и других новостях мы рассказали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Волонтер Немцова моста Евгений Мищенко останется под стражей до 8 декабря. 5 декабря должно было состояться рассмотрение меры пресечения, однако слушание отложили из-за ненадлежащего уведомления адвоката. Евгения Мищенко задержали 11 сентября по обвинению в участии террористической организации «Легион Свобода России». Дело завели по доносу активиста провластного движения «Серп». «Мое судебное выступление попало в точку», сообщил политик Илья Яшин. Его поместили в ШИЗО. Экс-мундепа отправили в изолятор после отказа строить барак. Яшин попросил сотрудников колонии перевести его на обычную работу, не противоречащую его убеждениям. После этого на него составили рапорт об отказе работать, а затем демонстративно вывели из строя зэков и конвоировали на дисциплинарную комиссию. В России начнут активно блокировать VPN-сервисы под предлогом борьбы с детским порно в Инстаграм. Гражданский комитет России уже подал соответствующее заявление в Роскомнадзор. Председатель комитета Артур Шлыков сообщил, что к ним пришла тонна писем от родителей со всей страны с жалобами на запрещенную в Российской Федерации соцсеть. В Госдуму внесут законопроект об оскорблении чувств женщин. По словам автора законопроекта вице-спикера Госдумы Вячеслава Дованкова из «Новых людей», будущий закон – ответ на безумные инициативы, направленные на то, чтобы заставить женщин рожать. Фракция Дованкова разработала проект об оскорблении чувств женщин по аналогии с законом об оскорблении чиновников. Владимир Путин высказался о массовых репрессиях. «Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны. Потому что это все в целом несло огромный трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства». 17 ноября адвокат Рамильгий Затулин рассказал, что его подзащитная Лилия Чанышева, экс-глава штаба Навального в Уфе, отправится из Уфы в женскую колонию номер 28 города Березники Пермской области. Все это время рядом с Лилией был ее муж. Алмаз Гатин выступал в суде свидетелем защиты, добивался свидания с женой и никогда не оставлял ее одну. Когда стало известно, что Чанышева проследует этапом, супруг поехал вслед за ней и объявил марафон солидарности. Предложил сторонникам писать письма Лилии в СИЗО по маршруту.